Вместе с долгожданной новостью о расселении ветхого жилья на Дальнем Воронке у жителей возникло немало вопросов, с которыми они продолжают обращаться в нашу редакцию. Родился и миф о строительстве на месте этих домов элитного жилья. Вопреки слухам о будущем строительстве элитного жилья на территории расселяемого микрорайона Дальний Воронок, хотелось бы сказать, что данная территория находится в приаэродромной зоне государственного аэродрома Чкаловский, в границах которой запрещено строительство объектов социального назначения, жилого и какого-либо иного. До 1 июля собственники квартир в аварийных домах могут получить сертификат на квадратный метр от государства, который позволяет приобрести другую жилплощадь на всей территории Российской Федерации. Его также можно использовать в качестве первого взноса по ипотеке, чтобы, к примеру, приобрести квартиру в Москве. Мы обратились к специалисту, чтобы узнать, какие варианты жилья можно рассмотреть в нашем городском округе, учитывая стоимость сертификата. Как профессиональный участник рынка, я могу сказать, что с госсертификатом приобрести себе жилье можно. Это возможно, и с номиналом 130 тысяч рублей за квадратный метр можно приобрести себе жилье во вторичке, так называемый вторичный рынок жилья. Можно, в принципе, рассмотреть вполне интересные и достойные варианты. На улице Толсинской, допустим, есть варианты интересные, на Сиреневой есть варианты. Там также есть инфраструктура, допустим, необходимые поликлиники, и школы, и детские сады. Там есть объекты, подходящие под стоимость. А мы напоминаем, что по адресу улицы Комарова, 18, корпус 1 работает приемная, организованная администрацией специально по вопросам расселения дальнего воронка. Ежедневно без выходных с 10 до 17 часов специалисты помогут разобраться во всех нюансах, чтобы легко и с радостью обрести новое, комфортное жилье. Виктория Мельник, Анна Наприенко, Сергей Василевский, Евгения Корытько, Щелковское телевидение.